— Может быть, эти предосторожности излишни? — негромко спросила женщина. — Не считаю их таковыми, — сердито сказал Лютов. Женщина улыбнулась, ковыряя песок концом зонтика. Улыбалась она своеобразно. Перед тем, как разомкнуть крепко сжатые губы небольшого рта, она сжимала их еще крепче, так, что в углах рта появлялись лучистые морщинки. Улыбка казалась вынужденной, жестковатой и резко изменяла ее лицо, как их много. — Ну-с, гуляйте, — скомандовал ей Лютов, вставая с земли и, взяв Клима под руку, пошел к дачам. — Вы не очень вежливы с нею, — угрюмо заметил Клим, возмущенный бесцеремонностью Лютова по отношению к нему. — Сойдет, — пробормотал Лютов. — Должен предупредить вас, что в Петербурге арестован мой брат. Лютов быстро спросил. — Народоправец? — Марксист. — Что такое народоправец? Сняв шляпу, Лютов начал махать ею в свое покрасневшее лицо. — Знов происходы накопления революционней силы, — передразнил он кого-то. — Накопление, черти! Сангин сердился на Лютова за то, что он вовлек его в какую-то неприятную и, кажется, опасную авантюру, и на себя сердился за то, что так легко уступил ему, но над злостью преобладало удивление и любопытство. Он молча слушал раздраженную воркотню Лютова и оглядывался через плечо свое. Дама с красным зонтиком исчезла. Знов происходы. Это явилось сообщить мне, что в Смоленске арестован один знакомый. Типографии там у него черт бы драл. В Харькове аресты, в Питере, в Орле. «Накопление!» — ворчал он, как воровка на плотников, каменщиков, на служащих конторы. Клима изумлял этот странный тон, еще более изумляло знакомство Лютова с революционерами. Послушав его минуту-две, он не стерпел больше. «Но какое вам дело до этого, до революции?» «Правильный постанов вопроса», — отозвался Лютов, усмехаясь. «Жалею, что брата вашего сцапали. Он бы, вероятно, ответил вам». «Болван!» — мысленно выругался Самгин и вытащил руку свою из-под локтя спутника. Но тот, должно быть, не почувствовал этого. Он шел, задумчиво опустив голову, расшвыривая ногою сосновые шишки. «Клим пошел быстрее!» «Куда спешите?» «Там», — Лютов кивнул головой в сторону дач, «никого нет, уехали в лодки на праздник куда-то на ярмарку». Он снова взял Самгина под руку, а когда дошли до рассыпанной поленьи цедров, скомандовал «Сядем». И тотчас, в полголоса, но глумливо заговорил. «На кой дьявол нужна наша интеллигенция при таком мужике? Это все равно, как деревенские избы перламутром украшать. Прекраснодушие, сердечность, романтизм и прочие пепперменты, умение сидеть в тюрьмах, жить в гиблых местах ссылки, писать трогательные рассказы и статейки. Страстотерпцы преподобные и тому подобные. В общем, «незваные гости». От него пахло водкой, и, говоря, он щелкал зубами точно перекусовые нитки. «На родовольцы», например. «Да ведь это же перевод с мексиканского. Это Густав Эмар и Майн Рид. Пистолеты стреляют мимо цели, мины не взрываются, бомбежки рвутся из десятка одна и не вовремя». Схватив кривое суковатое полено, Лютов пытался поставить его на песке стаймя. Это не удавалось. Полено лениво падало. «Яснее ясного, что Русь надобно обтесывать топором. Ее не завостришь перочинным ножом. Вы как думаете?» Самгин, врасплох захваченный вопросом, ответил не сразу. «Прошлый раз вы говорили о русском народе совершенно иначе. О народе я говорю всегда одно и то же. Отличный народ. Бесподобный с... ну...» С неожиданной силой он легко подбросил полено высоко в воздух, и когда оно, кувыркаясь, падало к его ногам, схватил, воткнул в песок. Из этой штуки можно сделать много различных вещей. Художник вырежет из нее и черта, и ангела. А, как видите, почтенные полено, это уже загнило, лежа здесь. Но его еще можно сжечь в печи. Гниение бесполезно. И постыдно. Горение дает некоторое количество тепла. Понятно аллегория? Я за то, чтоб одарить жизнь теплом и светом, чтоб раскалить ее. Врешь, — подумал Клим. Он сидел на аршин выше лютого и видел изломанное, разобщенное лицо его, не выпуклым, а вогнутым, как тарелка, не чистая тарелка. Тени лап невысокой сосны дрожали на лице, и точно два ореха катались на нем косые глаза. Шевелился нос. Раздувались ноздри. Шлепали резиновые губы, обнажая злой верхний ряд зубов, показывая кончик языка. Прыгал острый, небритый кадык. А около ушей вертелись костяные шарики. Лютов размахивал руками. Пальцы правой руки мелькали. Точно пальцы глухонемого. Он весь дергался, как марионетка, на ниточках, и смотреть на него было противно. Он возбуждал в самгене тоскливую злость, чувство протеста. А что, если я скажу, что он актер, фокусник, сумасшедший, и все речи его — болезненная лживая болтовня? Но чего ради? Для кого играет и лжет этот человек? Богатый, влюбленный и в близком будущем муж красавицы? — Представьте себе, — слышал Клим голос, пьяный от возбуждения, — представьте, что из сотни миллионов мозгов и сердец русских десять, ну пять будут работать со всей мощью энергии в них заключенной. — Да, конечно, — сказал Клим нехотя. Темное небо уже кипело звездами, воздух был напоен сыроватым теплом, казалось, что лес тает и растекается масляным паром. Ощутимо падала роса. В густой темноте за рекою вспыхнул желтый огонек, быстро разгорелся в костер и осветил маленькую белую фигурку человечка. Мерный плеск воды нарушил безмолвие. — Наши едут, — заметил Клим. Лютов долго молчал, прежде чем ответить. — Пора. И встал, присматриваясь к чему-то. — Мужичонка шляется. Я его задержу, а вы идите, устроите эту. Сомгин пошел к даче, слушая, как весело и бойко звучит голос Лютова. — Ты в лесу сомов ловишь? — Смеетесь, господин. — Он был сом. — Был? — А как же? — Где? — Где же ему быть, как не в реке? — В этой? — А что? Река достойная? — Актер, — думал Клим, прислушиваясь. — Вы, господин, в женском не нуждаетесь? Тут солдатка. Вроде сама очень тоскует. Воровка прав. Это опасный человек, — решил Сомгин. Дома, распорядясь, чтобы прислуга подала ужин и ложилась спать, Сомгин вышел на террасу, посмотрел на реку, на золотые пятна света из окон дачи Телепневой. Хотелось пойти туда, а нельзя, покуда не придет таинственная дама или барышня. У меня нет воли. Нужно было отказать ему. Ожидая шороха шагов по песку и хвои, Клим пытался представить, как беседует Лидия Стуробоевым, Макаровым. Лютов, должно быть, прошел туда. Далеко где-то гудел гром. Доплыли разорванные звуки пианино. В облаках за рекою пряталась луна, изредка освещая луга мутноватым светом. Клим Сомгин, прождав нежеланную гостью до полуночи, с треском закрыл дверь и лег спать, озлобленно думая, что Лютов, может быть, и не пошел к невесте, а приятно проводит время в лесу с этой неумеющей улыбаться женщиной. И, может быть, он все это выдумал о каких-то народоправцах, о типографии, арестах. Все гораздо проще. Это было последнее свидание. С этим он и уснул. Субтитры создавал DimaTorzok